Ну а что политики уже, кажется, откровенно боятся решать, так это проблему евроблях. В коалиции обещали еще до ноября принять законопроект, который сделает легальными сотни тысяч завезенных из Европы машин. И пока депутаты медлят, фискалы действуют. Уже договорились с Литвой о расследовании законности ввоза в Украину машин из этой страны. Не отстают и суды. Уже не первый раз появляются новости о штрафах в несколько миллионов гривен за евробляхи. Скольким украинцам придется платить такие штрафы и почему все-таки законодатели медлят, выяснял Алексей Пшемызкий. Небольшой рынок возле одной из станций метро на окраине столицы. Здесь можно купить бытовую химию, овощи, фрукты и машину. Вот такую или даже такую. Здесь продают так называемые бляхи от польского слова номер. Автомобили на европейских номерах. Вы тут продаете машины? Нет, тут сидим так. Сидите? С спортивного интереса, да. Да, и как? Нормально. Успешно? Просит не снимать. Говорят, клиентов распугаем. Без комментариев. Новая, старая, дешевая или класса люкс. Выбор на любой вкус. Разбитый гольф или ауди. Здесь можно приобрести всего за тысячу две евро. Эти же машины с украинскими номерами стоили бы в два-три раза дороже. Украинская машина стоит примерно X5 и сколько? 18 стоит. Значит, такой стоит 9. Полцены дешевле. Потом полиция не остановит? Можно ездить? Так поедем, покатаемся, посмотрим. Человек катается, вроде не останавливается. Такие автомобили в Украину завозят иностранцы. Прямо на рынке вас впишут доверенность. Возьмут деньги и отдадут ключи. Стать евробляхером можно за несколько минут. Но к машине на бляхе бонусом можно приобрести и судебные проблемы. Именно так произошло с жительницей Одессы Светланой. Ее историю на днях рассказали журналисты. Два года назад она купила элитный внедорожник Cadillac Escalade с литовскими номерами. Однако вскоре ее остановили полицейские, машину отвезли на таможню и выписали женщине рекордный штраф. 3 миллиона 600 тысяч гривен за езду на нерастаможенном авто. Сейчас машина на штрафплощадке, а Светлана пытается доказать свою правоту в суде. Сегодня в государственной фискальной службе отчитались об очередном ЧП. Гражданина Литвы, который вез в Украину Мерседес, оштрафовали на 3 миллиона 300 тысяч гривен. Оказалось, что у него есть и украинский паспорт, да и живет владелец авто постоянно в Украине. А значит, ввозить машину без растаможки права не имеет. На защиту Евробляхеров стал губернатор Закарпатия Геннадий Маскаль. На днях он разрешил всем водителям таких машин с местной пропиской ездить по области в течение одного года без растаможки. Я переклався на Конституцию, переклався на то, что тот же пленум Верховного суда кашель. Если есть закон Украины и есть международный правовый документ, который соперечит закону Украины, но он ратификованный Верховной Радой Украины, как Стамбульская конвенция, то он имеет наивысшую силу. Государственной фискальной службе такому удивились и уточнили. Решение носит сугубо рекомендательный характер. Но юристы уверены, теперь перекупщиков станет еще больше. Я думаю, что народные умельцы, которые захочут на этом сложить, будут ехать в Закарпатскую область, отримать так называемую прописку. Митницы будут ссылаться протоколы про порушение митных правил. И, конечно, граждане будут скажут это все в судах. И у нас будут суды завантажены еще большую количество справ о порушении митных правил. Дел уже немало. В последнее время новостей о крупных штрафах для владельцев авто с евро номерами все больше. Штраф на полтора миллиона гривен в Черкассах, 400 тысяч в Киеве, на 600 тысяч в Одессе. Во всех этих случаях машинами с литовскими или польскими номерами украинцы управляли по доверенности. А значит, штрафы незаконные, уверен юрист. Иван – юрист фирмы, занимающийся ввозом в Украину авто с евро номерами, оформленными на иностранные фирмы. Продавцов блях на рынках коллегами не считают. Уверен, завозить по доверенности нельзя, ведь в случае ДТП такой водитель может просто сбежать. И кто был за рулем, ни полиция, ни таможня не установят. Внести ясность ситуацию с евро номерами может Верховная Рада. Там лежат уже 23 закона проекта о полной или частичной легализации бляхеров. Но вот в ассоциации автоимпортеров уверены, принимать их не станут. Ведь в бляхе прибыльный бизнес. За свои услуги перекупщики берут не менее 1000 евро. Активисты говорят, что 2,5 миллиона автомобилей. Умножьте, даже по минимуму взять 1000 евро на 2,5 миллиона украинцев. Это украинцы за прошлый год или за этот, выдали налом 2,5 миллиарда евро. Почти 80 миллиардов гривен. И заплатили не за машины, а заплатили за услуги. Да за эти деньги полу Верховной Рады можно купить. И тогда мы удивляемся, почему нам не уменьшают налоги. Вместо легализации в ассоциации предлагают отменить налоги за растаможку всех авто. Я категорический противник каких-то игр и легализации именно евроблях. Но я сторонник отмены или значительного уменьшения налогов на импорт автомобилей и на новое, и на БУ. Но для всех украинцев. То есть сделать не 10%, как сейчас, а нулевую пошлину. Пока все спорят, что же делать. Из-за бума евро номеров Украина уже рискует приобрести дурную славу. Власти Литвы на днях пообещали начать расследование. Как у нас оказались почти 60 тысяч машин с литовскими номерами. А в немецком городе Галле правоохранители задержали трех чиновниц, которые занимались занижением возраста автомобилей, предназначенных для продажи в Украине. Алексей Пшемыский, Сергей Ведмить. Подробности недели. Телеканал Интер. И сегодня же в Харькове под зданием местной налоговой на митинг протеста собрались несколько десятков владельцев евроблях. Активисты гражданского объединения автоевросилы выступают против первых судебных решений о штрафах за них. Подобные митинги обещают и по всей стране.